Друзья, всем здорова! Вы на канале Никита Крылова. Прямо сейчас нахожусь в Бангкоке, в международном аэропорту. Вот у меня сейчас рейс в Дубай. И понимаете ли, я впервые в жизни буду лететь на самом большом пассажирском самолете в мире. Аэрбаз А380 на Эмирейтс. Вот что самое крутое. Короче, мы полетим в Дубай именно на этом самолете. Надеюсь, что нам очень понравится. Вот мы с Юлей уже вернули текст-фри. Как это делается? Во-первых, вы когда покупаете, вам необходимо там заполнить все документы. Такую желтую бумажечку взять. После этого вы уже приезжаете в аэропорт. И перед тем, как встать в очередь, Юля меня отвлекла, перед тем, как вы встанете на стойку регистрации, в общем, идете и сначала вы ставите штамп, потому что вдруг вас попросят, например, вещи какие-то показать. Вот, вы все это предоставите. Потому что потом, когда вы зарегистрировались, багаж вы, естественно, сдали. Итак, поставили штамп, зарегистрировались. Кстати, Эмирейтс регистрация была очень долгая, честно говоря. Мы стояли, наверное, порядка часа. Я понимаю, большой самолет, но реально медленно она шла. Вот это по-честному. Вот. Ну, а после чего пришли в Дьюти Фри. И тут очень хорошо, очень весело, очень классно. Потому что и такс-фри мы вернули, и в Дьюти Фри скидка. Получается, на тысячу берете 300 скидка. 30% по сути скидка. Вот. Накупили вот так вот мы всяких сухофруктиков. Прям на последние-последние деньги. И я отдал последний один баг. Все. Вот так вот. Поэтому мы с сухофруктами, просто с фруктами, которые, надеюсь, не станут сухофруктами по дороге, отправляемся на борт самолета. Все. Погнали. Вон он, наш самолет стоит. Тяжело рукой показывать, потому что сумка тоже тяжелая. У меня с фруктиками 24 человека. Как я прочитал в интернете, экипаж просто. Вот шел реальный экипаж. Такая огромнейшая команда. Все красавцы, все красивые. 24 человека, чтобы просто вот обслужить пассажиров. Это, конечно, прям поражает, когда столько видишь. Ну, надеюсь, что нам сейчас очень понравится перелет. И это будет прям незабываемо. Вот он, этот гигантский лайнер. К нему присоединили три трапа. Представляете? Вот раз, два, три. Один за одним они стоят. Очередь. Говорят, за 50 минут начинается посадка. За 50 минут начинается посадка и заканчивается за 20 минут. Фух, это, конечно, поражает. Так, вот развилка пошла. Зона Си и у нас зона Е. Три трапа. Разве первый раз так вообще вижу, чтобы несколько подключали. А, хотя мы когда сюда летели, было два трапа. Вот, дабл боинг какой-то. Сейчас посмотрим, что же нас будет ожидать здесь. Мы на первом этаже. Эконом класс на первом этаже. А, конечно, бизнес первый. Это уже на втором этаже. Ну, пока здесь, конечно, я просто вижу, что он огромный лета... Самолётище. И... Очень много людей. И это только эконом класс. Вообще, салон такой классический для Эмирис. Хороший, добротный. Всё, как бы, всё для людей, что называется. И телевизорик вам, мультимедийная система. И... Вот, пульт управления единственное, вот, всё, я заметил. Проблема главная, это вот, потертости. Всё, больше, в принципе, придраться не к чему. Из того, что необычно, поскольку это самый большой пассажирский самолет в мире, из того, что необычно, он же двухэтажный, поэтому фюзеляж, видите, он не закругляется вот там наверху. То есть, видно, что он идёт дальше. Вот это какие-то просто... Панельки закруглились, и всё. Вот. Поэтому вот что. Больше всего поражает. А так, не знаю, всё классно, всё удобно, всё... В общем, так, как должно быть, не у людей. Видите, даже вам подушку не надо с собой брать, потому что подголовник, он вот так делается. И всё, ваша голова никуда от вас не денется. Вот. Ну, а я, например, высокий. Что делаю? Соответственно. Вот у меня по высоте он тоже регулируется. Всё, супер, всё отлично. Места много. Юле много. Мне, конечно... Ну, вот я сижу, вот у меня место ещё есть. Обычно впритык. При том, что да, обычно у меня впритык даже бывали моменты, когда мне прям не хватало. Вот. О, есть камеры. Ладно, короче, всё, во время полёта уже буду вам всё показывать. Камеры самолёта можно смотреть. Прикольно. Давай вот так. Ага, ладно. Всё. По ходу дела будем рассматривать уже. Да, точное расположение, где что. Ещё очень важная деталь, которую я забыл, что вообще отличает этот самолёт от других. Вообще обзор. Вот мы сидим возле крыла, и нам вообще ничего не видно, кроме крыла, по сути. То есть вот так вот. Ну да, но они, в принципе, комментируют это тем, что у вас есть камеры разные. Ну, что-то пока ещё неплохо работают. А, вот, работают ещё. Вот. Камера хвости. Запотело немного. У меня вот в хвосте прям вставлено. Блин, помойте камеру, ё-моё, чё такое? Да, я не пойму. Самолёт начинает разгоняться, но шума вообще практически нет. Смотрите, я специально разные экраны включил. Вот один, это Баласа. Давайте здесь будем смотреть, как мы разгоняемся. Ещё, кажется, медленно, если честно, едем. Вот. Ну, это, конечно, только кажется. Надо смотреть это быстро. Когда же мы оторвёмся? Да, оторвём плавный вопрос. Оба башни. Да, оторвёмся, ещё дорогие ещё не так. Так тихо лети мы вообще, да? Леша, да, а, ну это уже нормально, в конце идет там. Короче, после всех остальных самолетов здесь я не знаю какая-то прям полная тишина, и я вообще даже подумал, что двигатели выключились. Но нет, вот летим, все хорошо. Пролетаем в Бангкок-Сити. Я обещал, что сниму еду и так вам показываю. Я взял мясо с рисом, еще у нас здесь есть маслица, еще у нас здесь есть киткат, салфеточка, мусс, манго, это на десертик пойдет, еще салатик с тунцом, водичка, какой-то непонятный, пыльной напиток. Передвигаемся к Юле. Юля взяла, в принципе, то же самое. Я просто говядину хотела взять. Но единственное, вот, видите, у нее вот такая вот бутылочка еще есть. И тоник, и лед, и стакан. Короче, приятно. Почему не дали сырочек? И сырочек? Да, можно по-какому-то сделать. А-а-а, ну все, будем жаловаться. Как вместо этого? Жаловаться будем, да. Уже просто невозможно. Просто невозможно. Летели, никого не трогали. И тут внезапно началась полтанка. В Красном Койке раздали. У меня даже такое произошло. Недоразумение. Вот. Которые нуля, я просто на какой-нибудь километр. Начал ушатать. Сейчас вроде все уже чуть-чуть узнокоились. Это как прям. Прямо что все так ходуно. Просто. Сразу естественно кейтеринг. Все, прервали. Ладно, мы уже едемся. Все очень хорошо. Жесткая такая история. Я не знаю, вообще не знаю. Это мы сейчас, получается, пересекаем Индию. Ну да, на Индию сейчас летаем. То есть всегда, когда море, прикасается суши, это всегда какая-то топонентность. Вот. Прям иногда не знаю. Такое брошится. Может, именно вибой иногда так трясет прям. Как мне кажется, обзор самолета было бы нечестно делать без обзора туалетной города. Очень важно, что я здесь стою в полный рост. Здесь у нас есть какие-то гелии, есть кибоди-лосьоны, антисептики, что-то. В общем, вода. Я так понимаю, она сенсорная. Ага, в речи это. Как включается вода. А, все. Подошел, она включилась. Просто спали. Что-то не по-русски, как я все делаю. Сенсорная. Вот. И это самое. Мыло. Ну и, собственно, туалетная комната. Все. Для приземления остается 44 минуты. Вот точное время. 200. 288 километров. Это 44 минуты. Что-то как-то долго. Ну, видимо, пока посадка, заход и так далее. Очень, конечно, комфортно проходят полеты по Эмирейц. 6,5 часов. Тебе раздают поп-корн. Тебе раздают кит-кат. Тебе раздают напитки два раза. Вот. Тебе раздают еду. Тебе раздают чай, кофе. У тебя есть хорошие пледы, у тебя есть наушники, у тебя есть мультимедийная система. У тебя есть возможность, если хочешь, даже купить выход в интернет. Тоже беспроблемно. Все твои просьбы выполняются. Короче, не знаю. Просто вообще идеально, честно. Очень классно проходят все. Надо сказать нечего. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова